Приветствую вас на канале IT-разработчиков itvdn.com. Меня зовут Атланова Анна. Мы продолжаем наш курс Scala Starter и приступаем к практической части. В этом уроке мы научимся устанавливать JDK, Scala SDK, SBT и среду разработки IntelliJ IDEA. Также мы запустим нашу первую программу. Scala – язык, работающий на JVM, т.е. на виртуальной машине Java. Поэтому для работы требуют установленную JDK. JDK, т.е. Java Development Kit – это комплект разработчика приложений на языке Java, который включает в себя компилятор Java, JavaC, стандартные библиотеки классов Java, примеры, документацию, различные утилиты и исполнительную систему Java JRE. JRE – это Java Runtime Environment. JRE – это реализация виртуальной машины Java, которая выполняет Java программы. JDK содержит в себе JRE, т.е. скачивая JDK и устанавливая его, мы также устанавливаем виртуальную машину Java. Давайте зайдем на сайт Scala, ScalaLang.org. Нам нужно скачать SDK. Для этого жмем Download. Что мы видим? Первым делом нам пишут. Первое, вы должны убедиться, что у вас установлено JDK Java 8. Чтобы это сделать, нам нужно зайти в командную строку. Если у вас Windows, показываю, как заходить в командную строку. Меню Пуск. В поиске пишем cmd. Запускаем. Это наш терминал. Для того, чтобы узнать, установлено ли у нас Java и ее версию, набираем такую команду java.java.defice.version и жмем Enter. Вы видите, мы получили ответ java version 11.01. Это значит, что Java на моем компьютере установлена и ее версия 11.01. Нас интересует другая версия Java, Java 8. Для того, чтобы Scala SDK работал корректно, нам нужно установить Java 8. Если у вас после того, как вы набрали команду Java version вышло совершенно другое сообщение, значит у вас не установлена Java и вам также придется ее устанавливать. Так же, как и мне, потому что Java version 11.01 будет работать некорректно со Scala SDK, которую мы с вами собираемся установить. Поэтому сейчас мы будем устанавливать JDK в нужной нам версии. Для этого зайдем на сайт компании Oracle. Oracle.com. Компания Oracle предоставляет нам JDK. Заходим в раздел Downloads. В разделе Downloads нас интересует раздел Java. В разделе Java нас интересует ссылка Java JDK for Developers. Для разработчиков. Переходим по ссылке и попадаем на страницу Java SE Downloads. В начале нам предлагают последнюю версию, одиннадцатую. Но нас интересует восьмая версия. Поэтому мы скачиваем Java SE 8. Чтобы скачать JDK, вначале мы должны принять лицензионное соглашение. Затем выбираем свою операционную систему. У меня Windows 64. И скачиваем .exe файл. Сохраняем файл в удобное для вас место. А сейчас я покажу вам, как узнать, какая у вас операционная система. Жмем правой кнопкой на ярлык Мой компьютер. Свойства. Переходим в Свойства. Просмотр основных сведений о вашем компьютере. Здесь вы можете посмотреть параметры вашей системы. У меня 64-разрядная операционная система. Для того, чтобы у вас все работало корректно, покажу, как удалить Java с компьютера, если она была у вас ранее установлена и она вам не подходит. Заходим в меню Пуск. Панель управления. Удаление программы. Ищем Java. Я вам показываю, как это делается на Windows 7. Выделяем Java, который у нас стоит сейчас на компьютере. Жмем удалить. Да, мы действительно хотим ее удалить. Происходит удаление программы. Теперь запускаем установщик JDK. Файл, который мы только что скачали. Идет подготовка к установке. Жмем кнопочку Next, Next. Мы видим сообщение о том, что несколько изменилось лицензионное соглашение. Эти изменения не касаются версии, которую мы с вами сейчас устанавливаем. Дальше внимательно. Нам нужно указать, куда мы будем устанавливать GRE. Заходим на диск C. В Program Files. У нас здесь есть папочка Java уже появилась. Открываем папочку Java. У нас уже есть папочка JDK. Создаем новую папку в папке Java. Создать папку. Пишем GRE. Жмем OK. Теперь жмем Next. Продолжаем установку Java. Итак, мы получили сообщение, что JDK успешно установлен. Накрываем. После того, как установка JDK завершена, нам следует установить переменную среды для Java. Как это сделать? Вначале нам нужно зайти на диск C, туда, куда мы установили Java. Program Files. Папка Java. JDK. BIN. Теперь жмем на этом поле. И путь к папке BIN выделился. Теперь мы его копируем. Ctrl C. Либо правой кнопкой мышки. Копировать. Мы скопировали путь. Теперь этот путь мы должны указать в переменной среды Path. Как это сделать? Правой кнопкой на ярлыке компьютер нажимаем и выбираем свойства. Дополнительные параметры системы. Заходим сюда. И внизу есть кнопка переменные среды. Нажали и видим системные переменные. Нас интересует этот блок. Вот переменная Path. Два раза нажимаем напротив Path. Убедимся, что последний наш путь, который здесь указан, заканчивается точкой запятой. Если нет, поставьте точку запятой. Затем вставляем с помощью Ctrl V либо правой кнопкой мышки, тот путь, который мы с вами скопировали. C Program File Java JDK BIN. Ставим точку запятой, чтобы не забыть. И жмем ОК. 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 Выходим. Теперь давайте убедимся, что все установилось корректно. Для этого зайдем в терминал. cmd.exe. Запускаем. И вводим строчку, которую мы вводили в начале урока. Java. Defuse Version. Жмем Enter. И мы видим, что у нас установлена Java версии 1.8. Как раз та версия Java, которая нам нужна для того, чтобы корректно поставить скала SDK. Я подготовила несколько инструкций по установке JDK для тех, у кого операционная система не Windows. Если у вас Linux, в терминале как root, выполняйте данные команды. После этого устанавливаете переменные среды, так как показано на слайде. Если у вас macOS, также сначала скачиваете, запускаете установщик JDK, а затем указываете переменную среды для Java. Для установки Scala вернемся на официальный сайт Scala.lang.org. Мы убедились уже, что Java 8 у нас установлена. Затем нам предлагают либо скачать Intel HID, либо скачать SBT. И таким образом установить Scala. Нам говорят, что Scala по сравнению с другими языками программирования необычна. И потому установка Scala также необычна. Необычна потому, что зачастую Scala устанавливается для каждого из ваших проектов, а не для всей системы. То есть не так, как мы с вами устанавливали Java. Однако ее можно установить и для всей системы. И сейчас мы рассмотрим именно этот способ. Другие пути установки Scala. Сначала рассмотрим установку для Windows. Проходим по ссылке. Нам сразу предлагают сохранить установщик Scala. Жмем сохранить. Опять выбираем место, которое нам наиболее удобно. И сохраняем этот файл. Делаем все подобно тому, как мы устанавливали Java JDK. После того, как файл установщика Scala скачен на компьютер, запускаем его. Жмем запустить. Нажимаем Next. Просматриваем лицензионное соглашение. Принимаем его. Next. И жмем кнопочку Install. Началась установка Scala на наш компьютер. В конце вы увидите такое окошко. Нажимаете Finish. Вспомните, что мы делали после того, как установили JDK на компьютер. Мы прописали переменную среды. У меня хорошие новости. Установщик Scala сам прописывает переменную среды за вас. Давайте в этом убедимся. Нажмем правой кнопкой на ярлык Компьютер. Вспоминаем, как мы это делали. Дополнительные параметры системы. Переменные среды. Ищем переменную Path. Ура! Переменная среды прописана C Program Files 86 Scala Bin. Подобно тому, как мы прописывали ее для JDK. Видите? JDK Bin. ОК. Хочу заметить, что такие приятные нюансы будут постоянно встречаться на вашем пути во время знакомства со Scala. Ну а продолжение урока смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Специально для вас мы подготовили приятный бонус. Воспользуйтесь промокодом, который видите на экране и получите скидку 15% на все курсы ITVDN. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...